Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами Video-Shopper.ru Что бы ни говорили противники Apple, а все-таки эта компания частенько задает направление всей индустрии. iPad обзавелся Full HD экраном, и вся Android-армия дружно ломанулась следом. И в гонке-преследовании вперед вырвался спортсмен из команды Acer. Acer Iconia Tab A701. Что ж, посмотрим, чем он может похвастаться. В комплекте зарядный блок и специальный кабель-переходник для подключения периферии. Если вы купите планшет у нас, то бесплатно получите карту на 8 гигабайт, полноценную навигацию, множество игр и программ. Подробности по телефону на экране или на сайте Video-Shopper.ru Дизайн флагмана без изысков, но приятный. Простой, лаконичный, с серебристыми полосками по краям. Корпус полностью пластиковый. Сборка надежная и плотная. Вся задняя панель прорезинена, благодаря чему планшет не скользит в руке и очень приятен на ощупь. Говоря об экране, невозможно удержаться от сравнения с iPad New. Acer хоть и не догнал Retina дисплей, но приблизился вплотную. Отставание небольшое. Разрешение A701 1920 на 1200 точек. По сравнению с iPad'овским 2048 на 1536. Тем не менее, изображение на Acer'е, мягко говоря, шикарное. Впрочем, к чему слова? Оцените всю вкусность картинки сами. Неприятный момент. Слабый антибликовый фильтр. На солнце картинку видно не лучшим образом. Есть, правда, и приятная плюшка. Жироотталкивающее покрытие. Благодаря чему отпечатков на экране появляется меньше, а стираются они легче. Определенно пригодится тем, кто не любит возиться с тряпочкой каждый раз после использования. В верхней части лицевой стороны планшета расположились фронтальная камера и датчик освещенности. На левом ребре гнездо под стандартные наушники и кнопка включения. На правом разъем под HDMI и аккуратненькая шторка, скрывающая слоты под microSD и стандартную сим-карты. На верхней грани кнопка блокировки поворота экрана и качелька громкости с выпуклыми точками для удобства регулировки громкости на ощупь. На нижней кнопка экстренной перезагрузки и microUSB разъем. Через последний с помощью кабеля переходника можно подключить мышку, флешку, внешний накопитель и так далее. Чуть на скосе расположены два стереодинамика. Задняя панель может порадовать основной камерой и микрофоном. Емкость аккумулятора 9800 мАч. Однако за огромной цифрой притаился прожорливый Full HD экран. При просмотре видео с максимальным разрешением планшетника хватит примерно на 6 часов. Если же нагружать средне, смело можно рассчитывать на 3 дня. Начинка у A701 вполне соответствует экрану. Процессор 4-ядерный с частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти 1 ГБ. Емкость внутреннего накопителя 32 ГБ. Однако, несмотря на эту мощь, иногда проскакивают легкие подтормаживания некоторых элементов интерфейса. Например, рабочих столов и особенно Acer Ring. Причины непонятны. Возможно, виной тому огромное разрешение, однако игры и программы работают без проблем. Работает аппарат под управлением Android 4.0. Из интересных нововведений можно отметить переключение беспроводных интерфейсов и строки состояния. Это очень удобно. Еще один приятный момент. Стильный и приятный файловый менеджер. Большое нарекание вызывает клавиатура, точнее переключение языков. Для этого каждый раз нужно вызывать специальное меню. Это неприятно еще из-за того, что в остальном клавиатура очень привлекательна и ставить стороннюю из Google Маркета не очень хочется. Камеры у Acer неплохие для планшета, но явно не флагманские. Фронтальная в 1 мегапиксель вполне сойдет для видеозвонков. Правда, есть возможность записи видео в HD-качестве. Основная 5-мегапиксельная тоже особо ничем не отличается. Впрочем, снимки получаются вполне достойные. И хоть детализация небольшая, цифровые шумы и грязь почти отсутствуют. С видеозаписью лучше. Снимать можно с разрешением 1080p. Качество оцените в тестовом ролике. Аудио составляющая выполнена на высоком уровне. Наличие стереодинамиков очень даже себя оправдывает. Радует наличие неплохого фирменного проигрывателя. Поддерживаются все основные форматы. Если в музыкальную коллекцию вшиты обложки, то интерфейс станет особенно приятным. Функционал, правда, базовый. Можно создавать плейлисты. Доступен режим shuffle и повтор трека и всего списка. Воспроизведение по папкам отсутствует. А вот встроенный видеопроигрыватель ничем порадовать не может. Он простейший. Поддерживает контейнер MKV. Правда, AV и DVX переварить уже не смог. Впрочем, проблема легко решается установкой стороннего проигрывателя. С беспроводными стандартами все как обычно. Bluetooth, Wi-Fi, GPS и 3G. Подводя итог, стоит задаться вопросом. Можно ли считать Acer Iconia Tab A701 конкурентом iPad New? Экран действительно вплотную подошел к ретине. А другие основные параметры также на достойном уровне. Четкость в работе, конечно, немного ниже. Но это компенсируется отсутствием эпловских ограничений. Да и цена у A701 ниже. Тем, кто еще не определился, предлагаем посмотреть наш обзор iPad New. Удачи! Почему стоит покупать у видео-шопер.ру, если есть такие большие фирмы, как «Звездной» и «Евросеть»? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Продолжение следует...